И снова здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Поговорим об особенностях исследования операционного материала при опухолях пищевода. И основным аспектом является при данном исследовании, конечно же, оценка степени лечебного патоморфоза, так как это имеет значение в общей выживаемости. Это видно, опять же, на кривых Каплана Мейера. Для того, чтобы достоверно оценить степень лечебного патоморфоза, необходимо определенным образом исследовать макропрепарат резицированного пищевода. Для этого мы пользуемся, опять же, рекомендациями Американского колледжа патологов. Нужна подготовка макропрепарата для последующей фиксации. Рекомендуется, в первую очередь, вскрыть макропрепарат, желательно в обход опухоли. Локализация опухоли определяется пальпаторно, но это не всегда возможно сделать, потому что если после неоадивантной полихимиотерапии все-таки лечебному патоморфозу подвергается сама опухоль, то после лучевой терапии изменениям, в частности фиброзированиям, могут подвергнуться здоровые ткани, прилежащие к опухоли. Итак, после фиксации достаточной, после того, как пищевод был скрыт, расколот на планшете, подвергся фиксации, производится вырезка препарата, и пищевод исследуется тотально. Берется в работу не только зоны резидуальной опухоли, но вообще весь пищевод, а также кардиоизофагиальный переход и участки, стенки кардиального отдела желудка. Есть определенные стандарты, какие группы лимфоузлов подлежат удалению в зависимости от локализации опухоли. И, конечно, в соответствии с результатами инструментальных методов исследований и объем лимфодисекции может быть расширен по показаниям. В итоге получается достаточно большое количество тканевых фрагментов, идущих в работу, в среднем около 40-45, но, бывает, попадаются особо крупные экземпляры. В данный случай на 75 стекол, 3 планшета по 22 стекла, а еще 3 стеклышка. Итак, в патоморфологическом заключении, естественно, должен быть отражен гистологический тип и степень дифференцировки опухоли, уровень ее инвазии, степень лечебного патоморфоза и метастазы в лимфатических узлах по группам. Для того, чтобы оценить степень лечебного патоморфоза, существует вообще очень большое количество шкал. Моя коллега, следующий докладчик Ольга Васильевна, продемонстрирует вам большое количество. В своей работе я использую шкалы Мандерта и Бекера по просьбе хирургов 2-го таракального отделения неонкологии имени Петрова. Шкала Мандерта, она в большей степени описательная, но тем не менее по смыслу заложена разбивка по 50%. Если вы обратите внимание на 3-ю и 4-ю степени лечебного патоморфоза, то имеет значение преобладание либо фиброза, либо жизнеспособной опухолевой ткани. Шкала Бекера разбита по процентам 10, 10, 50 и более 50. Я продемонстрирую вам микрофотографии. Пожалуйста, пример лечебного патоморфоза по Мандерт-1 и по Бекер-1А. Полный патоморфологический регресс. Мы видим зону фиброза, распространяющуюся от собственной пластинки слизистой оболочки. Она пробивает, в общем-то, и мышечные слои стенки. Могут быть скопления многоядерных гигантских клеток, скопления гистиоцитов, гемосидорофагов. Мандерт-2 и Бекер-1Б – это рассеянные опухолевые клетки на фоне фиброза. Был очень интересный случай, и даже иммуногистохимически мы подтвердили вторую степень лечебного патоморфоза, используя иммуногистохимические маркеры. Мандерт-3, Бекер-2 – наличие жизнеспособной опухолевой ткани на фоне фиброза с преобладанием фиброза. Мандерт-4, Бекер-3 – преобладание жизнеспособной опухолевой ткани. Мандерт-5 я не стала иллюстрировать, потому что это синонимично отсутствию лечебного патоморфоза, то есть опухоль полностью жизнеспособна. Итак, за последний почти год я исследовала 24… Ой, извиняюсь. Также оценивается лечебный патоморфоз в метастазах, но по метастазам степень патоморфоза не указывается. Указывается либо отсутствие метастазов, либо наличие метастазов с признаками лечебного патоморфоза, либо мы констатируем, описательно отвечаем, что мы видим в лимфоузлах, например, зона фиброза и резидуальные роговые массы. И расцениваем это как полный регресс метастаза. Итак, 24 случая было проанализировано. Статистика, в общем-то, несмотря на небольшую выборку, соответствует данным литературы. В почти 70% случаев это плоскоклеточный рак. И каждый из этих гистологических типов я оценила по степени лечебного патоморфоза плоскоклеточный рак в большей степени наблюдалось по Мандерт-4 и по Бекер-3 в степени лечебного патоморфоза, то есть достаточно большое количество жизнеспособной опухолевой ткани присутствовало. И при оценке лечебного патоморфоза воды на карциноме гораздо больше, 75% случаев было с полным патоморфологическим ответом. Как вывод я хотела бы сказать, что опять же при работе с таким материалом большое значение, конечно, имеет взаимодействие с хирургами, потому что именно они могут в направлении указать все интересующие клинические моменты и большое значение имеет, какая терапия была проведена. Это была неоадионтная полихимиотерапия или в комбинации с лучевой терапией. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ